Девушки отдыхают 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 Значит, здесь нужен... Да, все так же саппорт промоцунами. Опять тяжелое решение. Три секунды дополнительного времени заканчивается. Общение нимфора. Ну, саппорт появился на мид, как я примерно и обещал. И пик из общего пула завершен. Легион по логике вещей сейчас должен либо отобрать паразита, либо пикнуть инженера. Это все-таки паразит. Лестника лишили команду Хеллборна. Соответственно, дабла типа Глацик Дэдвуд против Фараона на Хардлайн. Для Хеллборна логичное вполне решение. Хотя можно было бы и торта. Ну, тогда фулл саппорт на нефоре, а мид саппортер. Ну, не сильно хорошо. Фараон и... Это рандомы. И это рандомы Фараон с Электриком. Могут не дать, кстати, ремейк. Да, реально могут не дать ремейк. Ну, посмотрим, дадут его или нет в скором времени в команды Ба против команды Джейкей, которая дабл рандомнула только что из логпика инженера и Фараона. В принципе, рабочая тема. И можно на Роум поставить какую-то Электрику на Хардлайн Фараона и потенциально все равно вытащить. Но Инженеры Торт... Инженеры Торт... Было бы, конечно, веселее. Хеллборн ворте ремейка, а Легион, наверное, его не даст. Электриком... Электриком... Это минутное ворючание. Было бы, конечно. Так, это непонятно, наверное. Все-таки ремейк дали И посмотрим Как это будет теперь Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Игроков Уже отправляется вардить Два варда на нефоре Понятая курица от инженера ДимаTorzok 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 Гоу, Рэдди, Рэдди, Гоу, Сек, Нет, Сек, Нет, Рэдди, Нет, Гоу, никак не договорятся, Пуджа Кушер, Томас, Ферсбулат, Эко и Бикит Баун, сыграющие за команду Б, таки смиловались, можно сказать, над рандомом Фараона и Электрика у команды Хеллборна, у команды Джейкей, Ли, Гогр, Шадди, Милери и Дату, Одесса, наверное, все-таки рады этому. Их линии стали поинтереснее, хотя они без суицидника, и где-то соло на соло, а где-то добла на одного, похоже, будут стоять, либо Хардлайн, либо Изилайн. Но они, с другой стороны, и без лесника, здесь Паразит, правда, выполняет достаточно странную роль, со щитком он в танка. Наметилось, наконец-то, продолжение этой игры, и мы, наконец-то, продолжаем эту игру. Раллик, щиток, топор и вниз. Неужели Легион что-то странненькое себе придумал? Баба Санамид, вполне логично, решение против Даблы поставить внизу. Глацик плюс Ралли, Дабла против непонятно что. Валька с Паразитом, Паразит в чужой лес, Валька, Валька на Хардлайн. Ну, в принципе, интересное решение. Хеллборновская курица в лесу гуляет, но Легион не может на первом леволе такое сопротивление оказать, как нужно. Поэтому, в принципе, вот этот вот состав из четырех братишек ничего не боится. У Тарта будут легкие, я думаю, проблемы, если Паразит правильно будет себя позиционировать. И Тарту ничего хорошего не сулит этот Дабл Лайн. Пабблс Нимфора против Ралли Глацико. Похоже, Легион понял, что так оно и будет. Все равно против Даблы они будут стоять в любом случае кто-нибудь где-нибудь. И против ДАДАС Инженерам будут стоять теперь. Тоже Дабла легионовская. Бабблс будет на изи-лайне пытаться что-то фармить, как-то останавливать фарм Пабблса, но не факт, что ему это легко удастся. Ралли Глацико не переконтролит, особенно поначалу. Дальше непонятно что, у кого из них более сильный въезд, очень сильно зависит от Инженера и от Корней Дэдвуда. У них-то таргетных скиллов не так легко им попадать, как Легиону. Энжи, кстати, как Харассер, хуже, чем Глацико. Глацико пока что решает, что Харассить ему не нужно, лучше крип-контролить. Пытаться. Пауза теперь от Хеллборна, вроде дисконнектов никаких, ну, не знаю, может какое-то обсуждение. Уже игра прилично затягивается. Это ремейк и уже вторая пауза. Джейкей против Б. Продолжение следует... Продолжение следует... Что там происходит пока непонятно, но мы понятно то, что... Ули, уже шесть крипов. Урали пока только два. Что там вверху у нас? Валька против Дотареса и два крипа у Тарта и два крипа у Вальки. В общем-то, все более-менее наравне. Ну, а на мидлайне, похоже, будет таки въезд. Минотавр выходит. Будет стан даже, похоже, может быть и по двоим. Да, да, стан по двоим. Это была двадцатая команда Легиона. На Глацико продолжение под Эду не поступило. Хотя, в принципе, попробовать забрать его можно было тоже. Хотя, ХП у него, конечно же, поменьше. Очень неплохо вышел Паразит. И позволил Легиона реализовать очень удачный фраг. Стан по двоим таки удался. Но под Эду продолжить не смогли. На Милене, на Энджике сделали ФБ. Я тут говорил, что наглацался. Внизу будет ли какое-то продолжение Нимфора. Пэблс, Пэблс, в принципе, вполне уютно. Я чувствую, двенадцать крипа. У него у Баблса пока что один крипа. Видать, впервые подобрались до его экспополучения. Ну, он только что обогнал, кстати, Пэблса по фарму. Значит, за экспой Эко все-таки охотился. Антиинвизный Вардика у Энджика. И зря, зря Глацик сейчас так стоит. Он же увидел, что Вардика стоит. Почему не ставит? Поставил Глацико Баблса. Это увидел, что Вард пропал. И уходит с линией. Въезд по дарту сверху. Замедление от паразита. И это фраг для Глацико. Ну вот, его Инвиз, в общем-то, и не пригодился. Но зато и то, что его испугали Вардом. Ну и отправили его наверх. Возможно, или он увидел эту погоню. Но это принесло к фрагу. Команда Легиона и команда Бэн убивает уже второй раз. Попытка въехать по Бабусу. Бабус уже воспользовался тейкавером. Но, видать, уворачивался от стана. И это ему ничего не дало. На медаль. Въезд по Раллик. Мэд на Ап от Ралли. Бикин Баунс стан по двоим. Выход от паразита. И опять, похоже, фраг на Инженере. Мда. Раллик отлично похилялся баночкой. И Миллери опять подфидела немного. 3-0. Вторая смерть Инженера. Уже в исполнении команды Б. Очень хорошо. На каждом левеле практически выходит паразит. И уже дважды он пригодился. Очередная руна для Льоны. Это руна регенерации. И уже чувствую, как вайнит мидер команды Хеллборна. Руны не достаются. Фарма уже нет. 2 килла отдали. Не, конечно, не сильно хорошо у Раллика. Это уже есть, в принципе, денежка на ботинки. И даже, наверное, они к нему сейчас куркой и прилетят. Внизу проблемы у Бабуса, но они критичные. В смысле, все, конечно, больно и плохо. Но смерти нет. Бабус 5-й до сих пор не нафидел. Вот это молочинка, прямо скажем. А вот Дэдвуд с Инженером пока мид проигрывает. Пятый Раллик уже. К нему до сих пор не летят никакие ни ботинки, ничего. Хотя приобретение он уже явно сделал. Денег у него поуменьшилось. Парам без манки. На что-то он копил или не копил. Копил ботинки и больше особо без ничего. Есть вардика. Смерение на выход паразита. Но это немножко облегчит. Хотя паразит пока выходить, похоже, не собирается. Маны маловато. У Ралли дела прошли вообще хорошо. 20 крипов у него. Хотя Дэдвуд до сих пор его обгоняет. У него 24. Но получится ли. Команда Хеллборна теперь зависит очень сильно от двух порталкеев. Бабус скоро свой уже, в принципе, нафармит. 5 минут у него уже стимбутс. И, конечно, фрифарм. Ему здесь обеспечивают. Нефора. Хотя Бабус и не убивают. Он фармит. Но зато крипы и деньги Бабусу, в принципе, достаются. Скоро у него будет порталкеев. Возможности обернуть немного игру. Нафармится ли... А, вот он. Накидка и ботинки. И чилис полетел паразиту. Нафармится так ли не он сильно, чтобы противостоять двум порталкеям, которые когда-нибудь может быть и случаться. Бабус опять выживает на очень лоха б. Думал ли паразит убить Вальку? У Пуджакушера, кстати, интересно. Ботинков нет, лайфтуб есть. 22 крипа, в принципе, неплохо. Тарта он обгоняет и по крипам, и потому что его уже разочек успели принять. Ой, будет ЕС по инженеру. Опять похоже, это будет все-таки смерть. Затыкать ли Милери? Очень похоже на то. Да, фраг для Биккет Баунса и еще один шестовый левел ралли. Попробовал бы, кстати, наказать ульту, но решил этого не делать. Вот это два проблемы. И это четвертый фраг для Легиона. Очень многое сейчас зависит именно от Пеблса. Ну, раньше, чем через пару минут, он, конечно, не нафармит свой портал Кей. Вверху убили Вальку. Выход отличный. Валька убила. Это Ртай, это пятый фраг для Легиона. Ой, ЕС по Дэдвуду, и похоже, что это будет фраг для... Для Глаца у Саферсбулат. Вместе с Ралли убивают, наконец-то, и фармящего Милера. Ну, фармящего посредственно, хотя и... Все равно это радостная новость. Очередная попытка въехать по Баблосу. Получится ли его забрать? Баблос, неплохая реакция, но, к сожалению, смерть. Первый фраг для Хеллборна, кстати. И в исполнении Баблоса ему как-то очень надо уже нафармит. Эти 1300 копеек, чтобы начать спасать ситуацию Хеллборна. О, Вартик оправдал себя. Второй фраг для команды. И это смерть Паразита, пытающегося... Пытающегося убежать. МИДА. Дэд 26-го лвела, наконец-то, ультанул. Въезд по Вальке ничем не закончил для Торта 8-го лвела Валькирия. Уже с ботинками и лайфтубом. Иллюзия Глацека делает вид, что она гуляет на Варде и, может быть, привлекает внимание мидеров. Да, по глазуке все-таки въехали и поняли, что это люди. Ой, на всю ману потратили практически мидеры сейчас. Иллюз сделал свое дело. Пэблос совсем немножко, совсем немножко до Порталкея. 800 копеечек. Ес, по дэд, буду получиться. Лида! Фраг для Глацца, если не зажал у нульту и правильно сделал прилет Пэблоса на льмит. Похоже, ничего уже не поможет никак. Пэблоса похилил саппорт, но... По итогу можно бы эту пешку просто отменять. Баблос с Нимфорой дерется, и Баблос этот файт победит. Нимфора пытается улететь на ТПшке, получит Алии. Плохая реакция ТЭКО. Не дал второй скилл вовремя. И Нимфора улетает. Отличная игра от Гогра. Понадеялся, так сказать, казалось бы, опрометчиво. Но это принесло свои плоды. Паразит, выход по Торту. Стрелка! Есть же! И паразит, паразит с Валькой легко убирает. Еще раз. Это Артурия Ра. Торчер погибает и снова нафидел. Дэдвуд с ультой. Хочет, хочет, хочет. Я у кого-то. Ой, хорошая сала от паразита. Промах у Нимфоры! Удастся ли? Да, еще и задолжил корни. Томас и сейчас на Кэтмен Солджере, наверное, сможет убежать. Похоже на Том. Баблоса, правда, забирает. Баблос еще раз. Третий файт для Хеллборна. 8-3. Проигрывает ЖХей команде. Мбэ. Будет ли опять что-то на медлайн? Ралли на удивление. Много киллов, но особо без фарма. Стимбутс и накидка. Хотя 11 минута не то, чтобы и сильно поздненько, но уже какой-нибудь выход на Хамов до Блоклижен. Он мог бы быть. Хотя он скоро, похоже, и будет. 980 копеек. Почти косарик. 100 копеек. И это, может быть, будет... И вес по Дэн. Ну, конечно же, это фраг. Ульта от Баблоса по Инженеру. Даже свою ульту не сможет поставить. Дабл будет ли? Да. Два киллочка на виду Лайны и 11-3. Выиграет Легион с отличными, очень хорошо продуманными ганками. Даже Гладцик тут уже Дива. Пятый фраг для Ферст Блада. Ультиматый фраг. Дубль-тап. Пуджа Кушер вверху тоже легко выигрывает свою линию. Ну вот и наступил желанный момент покупки Баблоса на Портмолке. 12 минут это как раз то, что он примерно рассчитывает на фрифарме. Но сможет ли он сейчас оправдать надежды Ралик, пока 1400 копеек не покупает на себе Хелм? А зря. Пеблос на ходочках Гетта въезд по Гладциусу. Сможет ли Гладцик убежать? Похоже, что нет. Успел он поставить в арт вместо того, чтобы дать стан. И Леджендари сняли. Шейди все-таки немного начал купать свой Портал Кейс. Сразу 400 копеек практически с Гладциуса. Валька, возможно, скоро 0 стон. Прилет Нимфоры здесь сейчас виден ей. Не очень удачный прыжочек Динаи в сфраг на Валькирии. Нимфора плюс Паблос по чуть-чуть спасает ситуацию. Еще 350 копеечек этой парочке. Ралик, вот он, он не скупился. И, кстати, въезда по нему будет недостаточно. Компел от него. Выход от паразита. Продолжение по Энжику. Энжику ультанул, но погиб тут же. Туард пока без стана. Но с молниями паразита, похоже, смогут забрать. Баблос очень вовремя. Ульта нужна. Баблос. Есть ульта, правда, по двоим. Баблос не выживает. Продолжения не будет. Ну, один на один поменяли. Нет, один... Да, один на один. Валька вверху умерла сама по себе. Корни по Ралику. А ульты-то уже нет. И Паблос тоже далековато. Четвертый фраг для Паблоса. Но я хотел бы, хотел бы, конечно, чтобы Ралли допер, что что-то тут не так. Но он почему-то даже решил не покупать себе Брестхард. Сейчас бы с этими 200 хп, может быть, хватило бы времени на Компел. Да, с таким не очень хорошим началом... Сейчас Джеки небольшое продолжение, возможно, их ждет. Хорошая игра от Гладска. Не дал ультальнуть... А, даже ультальнуть я не мог. Но засейвили Вальку каким-то особенно странным образом. В пятером Джеки собрались на мидллайне. Хотят ли они этот Тауэр? Вопрос даже, наверное, не актуальный. Будут ли дефать этот Тауэр? Вот это скорее правильно. До сих пор Ралли ничего не покупает. На толкалку, что ли, копит? Паразит скоро, выход на кодекс. Хорошо против... Антивард... Элиминник, въезд по Инженеру должен продолжаться. Ой, какой хороший въезд от Пэблса. Сразу по двоим продолжениям. Доступит ли фрага, хватает, чтобы сделать и так Валька ульта. И не выживает все равно. Минус 2 у Хеллборна. Не Форрес Инженера, уже умерла, но уже минус 2 и у Легиона. Третий фраг. Есть в этом тимфайте, сделанный с Пэблсом. И это не сложно. Как-нибудь теперь будет пропушить мид. Вдвоем Бабус и Глазу сопротивляться. Здесь вряд ли смогут слишком сильно. Тем более, Пэблсы Дэдвуд живые. Дэдвуд живые. Кодекс на Паразите. Кодекс на Паразите. Кодекс на Паразите. Неа. Многовато РНЖ. 800 ворд оф сайда, насколько я помню, не видят. Мда. А там 900. Опа! Валька! Не получится. Паразит. слил ульту. Нимфора теперь тоже, в принципе, в безопасности. Что тут, правда, о всем этом раскладе покажет Валька, хотя у Хеллборна вообще никакого кирия. Тут Валька когда-нибудь насобирает 0стоун. Не будет, мне кажется, больших угроз. От нее, ну, посмотрим. Опа! Еще один прогляшатель Бэбблс уже в 8-0. Ульта от Вальки подозрета хоть что-нибудь, вряд ли. Хотя попытка въехать по Дэдвуду, Дэдвуд корни назад, и продолжение по нему не поступит. Приезд по Вальке удачный. Кодекс Пэбблса не самый-самый лучший. Ну, неплохая ульта от Инженера. Паразиту теперь будет нелегко забрать Пэбблса, но он будет пробовать, но не выйдет, Шаре, 9-й фраг. Да, как и предполагал я, дождались такие ПК-шки. ПК теперь уже и на Дэдвуде, и теперь переганкать. Все на свете в состоянии команды GK. Хотя, минус морали, если они поначалу, наверное, сильно, но сейчас ситуация слегка спасена. Дэдвуд ультанул. Никого. Крипа. Дэдвуд ультанул. Валька, наконец-то, принялась за фарм, но дела-то у него вообще не очень хорошо. Мы видим, что слегка по ГПМ в два раза обгоняет всех Пэбблс. У него уже два Арканстафа, и скоро будет Хеллфлауэр. Это еще забустит. Команду Хеллборна. Даже Дэдвуд уже начал обгонять своих, так сказать, наказателей. Ралли с Глациусом сильно уже начинают отставать. Триплстаг, кстати, с Тауэрами в Тед Дин пронесен в нижней линии на мидлайне. У Хеллборна пока, кроме верхнего Тауэра, два еще стоят. Есть триплстагчик и Хеллборн. Нужно начинать нормально доминировать по Галде и по Экспе. Вполне прилично. Дела у ребят идут. Паразита найдут. И есть, есть по Паразиту. Сразу положение от Пэбблса. И сразу фраг от команды Хеллборна. Да, начало игры хорошо вытащил Томас и на мидлайн отлично от Гангла Паразит вместе с верхней линией. Но фрифармящий Пэбблс сейчас показывает, что такое камбэк. Паразита. Хаффлауэр в сборе напомнился. 22 минута, пока Хаффлауэр очень неплохо. 9.06 в Шерри. Пока на ралике. Вот на что он так долго копил. Ну, уже это не сильно актуально. Хеллборн сейчас прилично потолстел за последние несколько фрагов. Хотя ведут они всего на 2 тела, но уже по деньгам и по потенциалу уничтожения возможности стали повыше. Баблс ждет возможности въехать. Почему-то именно на Торта байтят, хотя все остальные, в принципе, блинкеры-добегатели. Наверное, именно поэтому. Дэдвуд. Оффенсив позиция. Немного агрессия скоро подступит от Али. Один стрел, а вторая ульта у него уже есть. Дэдвуд. Весма Глацуку сразу будет ли фраг? Похоже, что вероятность велика. Есть фраг на Глацуце моментальный. Баблус уже не так полезен. Сзади въехал Баблус и попробует забрать паразита. Шанс велик, хотя Паблуса все-таки заберут. Нет, скидут не в воры. Ульта от инженера. Паблус живой до сих пор. Баблус сзади его нарезает вместе с Тауэром. Да, и сшади все-таки фрагнут. Получится ли забрать Баблуса? Ну, непонятно пока, что шанс велик. Дэдвуд среагировал правильно. Теперь еще и Вальку должны забрать. Ох, Баблус все-таки дабл кельнул двух основных героичек. Получилось у Баблуса отстоять немножко этот Тауэр. Но Паблуса и Дэдвуда только забрали. Ну, все-таки файт за Хеллборном. Как ни крути, 21-17. Ребята выигрывают и по экспе, и по голде. Смерть Паблуса, конечно, сейчас принесла Баблусу много радости. И 675 копеек. Тарту не помешал бы Шранке, но у него он уже в принципе есть. Баблус выходит на толкалку, и у него ее пока что в принципе нет. Ну, Эко хорошо, кстати, сейчас сыграл. Немножко именно он перевернул этот тимфайт. И хотя бы отстоять дал этот Тауэр. Шранкен. Паригиниться и в новый бой в принципе можно было бы в Ревелэйшн, Антивардин. Хороший у обоих команд. Кстати, Легион Конгора видит. Хеллборн, наверное, его хочет. Или нет? Здесь не успели стакнуть. Здесь успели. Трипл для Хеллборна и дабл для Легиона. Еще немного преимущества по денежке сейчас получит команда Джей Кей над командой Б. 10 тысяч экспы уже за ними. И это 16-й Пэблус нам в принципе показывает. Даже по экспамбару мы видим, что Пэблус далеко впереди. Как и по дэмэдж дану, в общем-то, тоже именно он перевернул эту игру. Бульварг появляется на Дедворе. На Шранкен выходит Пэблус. Не уверен я, что Валька вообще нафармит свой нольстоун. Ой, в крипа! Как же повезло только, что Бэблусу в кейпа прилетела. Стрелка от Вальки. Продолжение ТП-шнувся на Нимфоре на ульте. Деду да с Нимфорой. И это еще один фраг для Хеллборна. Попытка убежать стоила Бэблусу ульты. Да, минус 2, это Т2 точно. Паразит будет ли въезжать? Не факт, на Мидлайн Энженер за Диме авто и один Тауэр. 11 500 золота и 14 тонн опыта. Преимущество команды Хеллборна. Вот что значит не минусморалиться. Вот что значит ждать того, чего ждешь в Порталке и на фрифармящем Пэблсе. Именно такая задача стояла поначалу. Можно было, наверное, как-то так не фидить Мид, но все-таки. Все-таки Пэблса дождались и Пэблс свою задачу выполняет. Была бы здесь Мунквин вместо Вальки. Ух, тогда бы шансы я бы давал Легиону. С Валькой это будет все очень нелегко. Толкалка на Энжике и он только что Старк запортил. Молодец. Я часто в таких ситуациях, когда... Ох, пятерочка по Пэблсу. Будет ли это хорошей инициацией? Продолжение пока от команды не следует. Пэблсу не сильно больно, да тут если вам по Вальке. Валька даже, как я и говорил, не успел купить на свой ноут стол. Пэблсу раскастовать сможет ли? Да, раскастовать успел. Но погиб. Продолжает теперь Торт. Фух, АПшный. Трипл килл для Торта на Шанкинхаде. Будет ли продолжение по Пэблсу? Очень велика вероятность. Станчик будет. И Бэблс тоже погибает. И это Гена-зыд в исполнении Хеллборна в обмен на одного Бэблса. Т2 точно, а заход на хайграунд вполне тоже возможен. К Т3 прикоснуться, похоже, к ребятам из Хеллборна. Неплохо, 1Т2 остался. Он достаточно лох АПшный, можно попробовать его тоже забрать. Валька, конечно, Сорбой, но до Ноустоуна. На 32-й, наверное, 3-й, 33-й минуте он у него только появится. И это достаточно поздноватенько. О, Гем на Энджике. Вот этот Вартик наконец-то найдут. Не часто такое видишь, когда Вард отстоял все, что ему полагалось практически на последних секундах за антивардила его Миллерии. Торт, наверное, выход на Хексу. Бласт Торбу прикупает Сведоту Одесса. 31-я минута игры, которая, казалось бы, не очень хорошо начиналась. Все, вроде по антивардили слегка. Это тоже сейчас найдут. Не, 0-100 он купил, а таки Валька чуть пораньше, на 32-й минуте. Но сильно ли он ей сейчас поможет? Здесь попахивает Динайчиком. Две баллисты просчитался немного до Туалеса. Бабус, домой. А Джи Кей за последним Т2. Бабус, домой. Дэд, вот въезд по Бабусу, который тоже что-то позорнил Шелдсерф. Его сейвит Брали, но продолжение от Бабуса. И сразу фраг на Глац, если будет ли что-нибудь дальше. Паразит, Паразит, тут Инженера, похоже, уже живым не выберется. Да, есть фраг на Паразите. И это минус 2. И еще и Т2 Тауэр для команды Джи Кей. В принципе, для безопасного захода им лучше сейчас забрать Конгора. Ну, на ХГ, да. На ХГ лучше, наверное, не ломиться. Хотя, это выбор за ними. Да, валька с 0-100 лодом, конечно, хорош, но как дэмэдж-дилер никакая. Ой-ой-ой, торт, почти. Почти Шипстик. Буквально 750 копеечек. И первый супер, самый дорогой суппортив артефакт. Будет собран. Команды Хеллборна Шипстик. Зарешает. Приступим к Конгор. 19-й Павл Симит уже достаточно немало денег. К Дэдвуд даже уже начал прилично фармить. 300 гпм у него. До 300. Всем у Легиона далеко. Токен для Пэблса и еще чуть-чуть денежки остается. Торт Удох. Шипстик, а его нужно достаться от Дэду, только что купил себе Шранк. Да то, по-моему, не может допроситься крипов. Нефора с ветрами. Тоже можно легко сейвить Шранкинг Хэды. Все как надо у Хеллборна сейчас. Дела идут неплохо. 36-ая минута, и они явно тянут победу на свою сторону уже. Хм. Пэблс нагрил с нижней линии крипов на всякий случай. Опа! Есть Папарадиду! Дэдвуд сразу бежит Шранк Крикант. Здесь же продолжение от Пэблса. Пэблс и Хеллфлауэр юзду на ралли, но продолжение не было. Два кила сразу. Паразиты Гладцут уже умерли у Легиона. Теперь еще и Торт на Шранкинг Хэде тоже ворвался. Он немножко поможет Шранкинг Хэд. Зря поюзал, но заход на хайграунд уже гарантирован. Без двоих будет тяжело задыхать. Хотя и основные вроде как и живые, но без двух саппортов. И без саппорта, и без одного из сильнейших демэдж-жилеров. Будет нелегко въезд по Вальке. Ой, какой неудачный лимп ульту Инженера. Валька тут, похоже, уже не выжилет. Даже Миллери уже Ультимейт Войлер. Торт докупил Шипстик. Ну, Пэблос это, в принципе, если что, токен. И Волт консидент Легиона. И похоже, что так этому и быть. Ну, двоих удалось убить. С одного, правда, сейчас закончится токен, и он сможет продолжить неправильное комбо. Волт фейл. Кстати, пока они не консиднули Легион. Но им, в общем-то, уже бара. Еще один вон консид. Кстати, правда. Ну, что ж, молодцы. Хорошая игра в исполнении команды Джей Кей. Все как надо. Хороший баланс. Более-менее интересная игра. Отличный камбэк и отличная победа команды Джей Кей в этой игре. И ждем следующую уже прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok